17-й год с февраля в штабе Бородюка, потом работал со Стаиловым, потом с Биликом. Такого не было. Караджи Малабейкоч, пообещай просто, что если выйдем из группы в финальную часть, на лысо побреешься и закончим. Вот откуда черпается такой оптимизм? Всем смирно, дисциплина сумасшедшая. Ислам Хан говорил мне, что у него чувство юмора какое-то такое запредельное. Ту молодежку еще и за инудинок подходил. Для тебя новая, да? Да, для меня новая. Тебя, кстати, Толгап Малабанович не звал сейчас? Ну, мы еще, наверное, будем обсуждать. Просто мне надоели вопросы. Мне можно объяснить? Вы знаете, сейчас ничего прикидывать, мне кажется, не стоит. И про Билика тоже пару слов скажи. Можешь не отвечать, потому что это не твоя тайна и не твой секрет. Но ты знаешь, почему его... В принципе, это так и должно быть. Неожиданно перешел на вы, когда речь зашла про задачи в отборе на чемпионат Европы. Волнение, конечно, есть. Отлично. Всем привет, вы на канале Спортс Тру. Друзья, думаю, вы заметили, что я уделяю достаточно большое внимание разговором с главными тренерами разных наших сборных команд. Так, пару дней назад выложил интервью с наставником сборной Казахстана по боксу Голымбеком Кинжибаевым. Мы говорили с ним о грядущей Олимпиаде и претензиях на золотые медали в Токио. К сожалению, цифры под этим видео меня не очень радуют. Пока обращаю ваше внимание на вот эту ссылочку, которая находится в углу. Переходите, обязательно смотрите. Не пожалеете, там много интересного. Ну а сегодня герой выпуска Кайрат Нурдаулетов, бывший капитан сборной Казахстана по футболу, который в 2017 году из-за тяжелой травмы колена был вынужден завершить игровую карьеру и практически сразу вошел в тренерский штаб Александра Бородюка, тогдашнего наставника нашей национальной команды. В дальнейшем Кайрат Нурдаулетов работал и в штабе Стаилова, и в штабе Билика, и поработал, конечно же, с Толгатом Байсуфиновым. Ну а в декабре прошлого года он был назначен старшим тренером нашей молодежной сборной, после чего успел уже заявить, что его подопечные должны бороться за выход в финальную часть молодежного чемпионата Европы, который пройдет в 2023 году. Подпишитесь на канал SportsTru, поставьте лайк, не забудьте оставить небольшой комментарий, хотя мне, в принципе, очень было бы интересно узнать ваше мнение о перспективах нашей молодежки, учитывая, что из нее уже выросли и Амиртаев, и Сид Ахмет, и даже Бахтьер Зайнудинов, как заметил Кайрат Нурдаулетов в рамках этой беседы. Поехали! Ну и еще одна хорошая новость. Я продолжаю делать интеграции, что очень хорошо для канала SportsTru. Спонсор данного выпуска – компания 1xbet, которая запустила буквально уникальную акцию. Ставка без риска – это способ испытать удачу, абсолютно ничем не рискуя. Компания 1xbet предлагает вам обратить внимание на футбольный матч двух Боруссии из Мюнхенгладбаха и Дортмунда в рамках Кубка Германии. Для того, чтобы поучаствовать в данной беспроигрышной, подчеркиваю, акции, вам необходимо зарегистрироваться по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео, сделать ставку в формате победы первой команды ничья или победы второй команды, и в случае неудачи просто получить возврат всей своей ставки. Все действительно очень просто. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Караджи Малабегович, приветствую. Спасибо большое за то, что уделяете время каналу «Спортс Тру». С удовольствием хочу с вами поговорить. Очень интересно, что будет с нашей молодежкой в ближайшие два года. Для затравочки, во-первых, поздравляю вас с назначением старшим тренером нашей молодежной сборной. Спасибо. Спасибо, Лен. Тебе тоже привет большой. Долго мы с тобой пытались это сделать. Все, переходим на «ты» тогда, не изображаем, что мы будем говорить на «вы». Но я все-таки по отчеству, потому что старший тренер, надо, чтобы молодежь привыкала слышать отчество, да? Давайте, давайте, конечно. Хорошо. Будем использовать такой формат. Значит, Караджи Малабегович, для затравочки сначала вопрос такой. Молодежка наша звезд с небес не хватает на протяжении многих-многих лет. В группе у нас соперники «Будь здоров!» и Бельгия, и Дания, и Шотландия, и Турция. Но после «жеребьевки» ты говоришь, мы должны бороться за выход на евро. Вот откуда черпается такой оптимизм, откуда основания для того, чтобы ставить такую задачу? Нет, просто мне надоели вопросы, которые касательно, сколько мы наберем очков, сколько мы выиграем, а сколько мы там ничего сыграем. Такие вопросы, чисто глупые. Для сборной, я считаю, это может быть для клубной какой-нибудь, для клубов, возможно, такие вопросы, они актуальны. А для сборной, на мой взгляд, это выход или не выход. Ставятся задачи, мне же не ставят руководство задачи. Ну, набери там три очка, там, и все нормально, да? Или там десять. Ставятся конкретные задачи, бороться за выход. Так что, я думаю, здесь надо ставить такие задачи перед собой. Как получится, уже посмотрим. То есть, условно, в такой даже группе из пяти команд, но с достаточно сильными соперниками, нельзя ставить задачу, там, занять третье место и подняться в рейтинги, и получить более выгодное место для посева при следующей жеребьевке. Это нелогично, да, на твой взгляд? Вот если вам ставят задачу выйти из группы, да, ну, ты как бы уже стремишься к высокому. Есть такие даже, не знаю, там, по фэн-шу или как, надо ставить большие задачи, чтобы хотя бы достичь, о чем вы говорите, занять третье место. Вот. Ну, для меня, допустим, сборной других задач нет. Нет задачи набрать, там, три очка или десять, как я уже сказал, или занять третье место в какой-то группе. Есть задачи, надо ее выполнять, надо к ней идти, надо к этому стремиться. А если мы займем третье место, ну, супер. Неожиданно перешел на «вы», когда речь зашла про задачи в отборе на чемпионат Европы. Так, ладно, я хотел бы прояснить пару строчек из резюме. Во-первых, по поводу завершения карьеры. Февраль 2017 года, к тому моменту уже череда травм колена замучила, но вот Википедия не уточняет, что там было. Это кресты, да, были? Да, у меня были кресты, я в два раза оперировался. Первый раз, получается, ну, сделали, все хорошо, да. Прошла реабилитация, начал тренироваться, начал обеспокоить. Поехал в Италию, там мне объяснили, что что-то там они сделали не так. В общем, еще одна, и уже после второй, честно, было тяжеловато, уже восстанавливалось. Ну, видимо, и возраст, и колено, видимо, до этого мне уже и говорили, что будет тяжело, надо терпеть. Это была другая связка или та же самая? Та же самая, та же самая связка, да. То есть, ну, я насколько знаю, что когда меняют на синтетику порванную связку, потом ее второй раз оперировать не надо. То есть, действительно сделали неправильную операцию первый раз? Ну, видимо, что-то не так, они там угол какой-то неправильный, но там не синтетика была, а там была вот моя собственная. Она сейчас уже делает так, что берут твою же. Сшивают, да? Да, других связок. И с нее делают связку вот эту крестообразную. В принципе, не такая длинная, коротенькая. Ну, это, по сути, другая связка уже. Да. Ну, походу, другая, но просто она твоя. Тебе не надо, чтобы она вживалась. Я понял. Да, чуть-чуть, видимо, что не так. А кто они сделали не так? Ну, буквально два слова. Так, я делал в Москве. Ну, в принципе, сделали, я приехал, ничего не беспокоило, все здорово, никаких отеков там, да, обычно после операции люди мучаются с отеками у них там. Ну, пока они спадут, там ничего нельзя делать. У меня такого не было. Буквально через месяц у меня уже нога была такая же, как и правая, допустим, да, ну, здоровая. В плане того, что там отечности ничего не было. Мне надо было просто работать, закачивать. Ну, что-то вот мне мешало, не знаю. Видимо, что-то. Потом, когда я поехал в Италию, они снимок сделали, посмотрели, они говорят, да, все, связка стоит, но надо ее, там, какой-то угол, там, я не знаю. Я уже не разбирался, потому что я думал, если надо, значит, надо делать. Сделал, а уже дальше восстанавливаться, и оно и беспокоило тоже. Потом мне уже сказали, слушай, ну, если она сейчас у тебя что-то там порвется или еще что-то, то ты можешь уже ходить, как бы тебе будет проблематично. Это было в конце 16-го года? Да, да. Как эмоционально? Нет, это было, я в 17-м поехал, получается, весной в Италию, съездил, приехал, уже потом понял, что мне лучше. Не-не-не, в феврале 17-го года уже было объявлено назначение в штаб. Я поехал повторно уже показать вот то, что они сделали мне. Перед тем, как меня назначили, да, я зимой поехал, получается, показал, они говорят, ну, терпи, или там, давай еще что-нибудь сделаем. Я говорю, слушайте, ну, я устал уже. Ну, это просто по-человечески, да, я понял, чтобы многие были в порядке в повседневной жизни. Мне интересно, когда все-таки уже дошло вот это осознание, когда пришлось отказаться от продолжения карьеры. Ну, 34 года все-таки уже возраст немолодой, но все-таки еще можно было поиграть. Вот какие были эмоциональные переживания, расскажи. Эмоциональные? Ну, сперва я как-то, наверное, когда уже был в Италии, второй раз, когда оперировался, уже психологически где-то я себя готовил к тому, что, ну, возможно, я не смогу там восстановиться или еще что-то. Ну, какие-то все равно мысли были. Так что, наверное, было как-то поспокойнее, но, да, были моменты, когда было как бы и грустно, вот, и... Ну, было тяжело, да, местами. Хорошо, благо, есть семья рядом. Ты внутри держал у себя это? Да, не стал. А что выплескивать-то? Есть семья, которая поддерживает, да, родители, жена, ребенок, друзья. Им всем большое спасибо, что в тот момент именно, когда мне было... Как бы я такой был непонятный чуть-чуть, да, они были рядом, поддерживали, всячески меня подбодряли, так что все хорошо. Ну, еще... Ну, я считаю, я прошел гладко, я считаю, что я прошел, наверное, гладко, потому что никаких срывов, да, ничего такого не было, да. И работу, в принципе, спасибо федерации, сразу предложили работу. И я как бы далеко не ушел от футбола. Может, это и повлияло на то, что я так гладко все это прошел. 17-й год с февраля в штабе Бородюка, потом работал со Стоиловым, потом с Биликом, ну и с Байсуфиновым, хотя он в это время уже не был главным тренером. Все правильно? Больше не было других главных тренеров в сборной при тебе? Нет, не было. Я попрошу буквально по два предложения о каждом специалисте. Не давать хороший, плохой такую оценку, а впечатления твои о работе. Что с Бородюком запомнилось самое яркое и с остальными тренерами тоже? Ну, с Генриховичем, честно говоря, такой работой, ну мы же не в клубе, тут не оценишь, да, там какие-то подготовительные периоды, как прошел, тут сборная все-таки, но как человек, как личность, просто супер. Я не думал, что я там буду рядом ходить с олимпийским чемпионом, да, и с таким прославленным футболистом, я считаю, что поиграл в Шальке, там был звездой в Шальке. Вот, очень много историй рассказывал, как это все происходило, как это в СССР, у них там были байки. Вот, я считаю, что получил очень много позитивного именно в человеческом плане. Исламхан говорил мне, что у него чувство юмора какое-то такое запредельное. Да, он любит пошутить, он всегда на позитиве, он всегда говорил, ну, видимо, и то, что он в Европе поиграл, и то, что он работал с хидингом, да, там, так что это все, видимо, повлияло, он такой европеец, все, все, везде шуточки, никогда никого не напрягал, все нормально, все должно быть, ну, естественным путем, я не знаю, как бы. Ну, не было такого вот, я думаю, это совковые, ну, все-таки же советские люди, думаю, какой-то совок будет, да, сейчас там, всем смирно, дисциплина сумасшедшая, нет, все по-европейски, подход, все, так что здесь вот в этом плане большое спасибо, где-то, наверное, и показали какие-то моменты именно вот эти вот европейские. Станимир. Станимир, наверное, говорит о том, что, ну, вообще говорит о том, что он, насколько чемпионом стал, да, и вывел остановку, либо чемпионов, сильный специалист, реально сильный, очень многое в психологическом плане, как готовить футболистов, да, как к ним подходить, я, как был, многое узнал, вот, и вообще, как к футболу надо подходить, и что главное в футболе, да, я здесь не буду раскрывать ничего такого, но очень многое именно в футбольном плане я взял в Станимир, да. Ну, что-нибудь, чуть-чуть. Ну, я имею в виду вот эту вот психологию, да, и общение с ребятами, наверное, хороший психолог. Как он сказал, в плане того, что он мотиватор. Спортс-трук Палка и Морков, да? У нас называется Палка и Морков. Еще раз. Палочка и Морков, знаете, что это? А, и Морковь. Ну, в то же время, да, есть у него такое, он как бы любит и дисциплину, и порядок, чтобы был, да, но все в то же время он видит футболиста, да, чтобы, я не знаю, возможно, какое-то качество такое, которое ему дано, наверное, да, там, сверху, но он видит, кто будет играть, кто не будет играть, ну, это грубо говоря. Я не знаю, можешь не отвечать, потому что это не твоя тайна и не твой секрет, но ты знаешь, почему его через год после, ну, на половине контракта убрали из Борка? Наверное, то, что, ну, не получилось, наверное, в той Лиге нации у нас ничего, да, возможно, из-за этого я больше ничего такого не могу сказать. Во-первых... Может, результаты, как бы... Ты действительно думаешь, что ничего не получилось? Ну, честно говоря, было много ожиданий в эту Лигу нации, да, много писалось, и то, что Станемира назначили, это, как бы, да, всех подбодрило, как бы, да, и футболистов, и всех, и прессу, и весь народ, как бы, футбольный. Вот, много было ожиданий. Возможно, эти ожидания мы не оправдали. Я говорю «мы», потому что я там тоже был, я там работал, так что это и моя вина, вот, и может быть, из-за этого. Больше я никаких причин, как бы, не вижу. Вроде все было хорошо и с руководством, и все остальное. Понял. Не буду развивать эту тему, понимаю, что это не твое. И про Биллика тоже пару слов скажи. Про Биллика? Ну, профессионал, ну, вот эту тактику, которую он привез при центральном защитнике, да, было для нас очень новое все, да, ну, я так понял, он эту тактику знал от и до, и тот, профессионализм, который он показал, и как, ну, тоже своеобразный человек, он может быть более закрытый, не такой открытый, как, допустим, Станимир там или Бородюк, ну, для меня лично, чуть более закрытый. Ну, вот именно вот по футбольному, наверное, я больше стал разбираться вот в этой тактике, которую играла сборная в три центральных защитников, потому что до этого я все время, ну, у меня были тренера, с кем я работал, они играли, два, ну, четыре защитников, вот, а тут мы играли в пять, ну, номинально, когда мы обороняемся, пять или в три, здесь что-то новое, и в этом плане я очень многое подчеркнул. Но у нас же в чемпионате Казахстана на протяжении многих лет большинство команд, это именно три центральных защитника, игра вторым номером, оборонительная модель, почему ты говоришь, что это что-то новое он привез там, что-то было особенное? Ну, я имею в виду для сборной, для сборной я имею в виду, вот, потому что, нет, сборная, возможно, я играл, может, и с Марвел, на чем, кажется, я играл, но в плане того, что я работал с человеком, который... Для тебя новое, да? Да, для меня новое. Я-то эту знал схему, да, как бы, видишь, встречаешь, там, играют команды, но разбираться в тонкостях вот этой схемы я не умел, а тут я очень многое подчеркнул. Гораджо Малбекович, коротко ответь, пожалуйста. Тебе интересует возможность поработать в будущем клубным тренером? Естественно. Это супер, это я считаю... С этого надо было и начинать, наверное. Вот, ну, у меня так получилось, может, посчастливо, что я работаю в сборных. Вот, ну, хотелось бы, конечно, в клубе поработать. Когда ты примерно прикидываешь, что это может случиться в твоей жизни? Вы знаете, сейчас ничего прикидывать, мне кажется, не стоит. Ну, дай бог в ближайшее время. Вернемся к молодежке, только что ты вернулся из большой поездки. Что там было? Расскажи, что делал, где был? Мы были в Турции, в Анталии, где все клубы находятся сейчас в данный момент. Ну, уже некоторые уже и приехали. Мы – это штаб, да? Да, штаб сборной – это все практически сборные, кроме Ю-17. Там был и Кузнецов, и я, и Талат Марванович со своим штабом. А вы все вместе были или вы действовали раздельно штабами? Мы все были вместе. Так. Мы жили в одной гостинице. И гоняли футболистов на 30-60 метров. Да, утром были тесты. Ну, там не все, конечно, гоняли, получается. Если у кого-то есть утром игра у какой-то там сборной, да. Ну, в смысле, допустим, у меня есть игра какая-то, где участвуют мои сборники. Я мог подойти и сказать, я сегодня на тестах не буду, я пойду на игру, потому что я хотел посмотреть. Все, без проблем. Также мог и Саша подойти и сказать, что у меня игра, мне надо смотреть. В основном… Клубы, когда мы отнеслись к такой инициативе Федерации тренерских штабов сборной, что нам нужно проделать эту работу? Ну, я думаю, да. Потому что единственный клуб, который не сдавал – это только Кайрат. Ну, Кайрат обещал дать все данные, которые у них есть, да, они у себя проводят, у них там база своя, и они с этой базой все нам сказали дадут. А так все, без исключения команды, дали игроков. Ну, какое-то резюме можно по итогам вот этой поездки? Что увидели, что узнали? Ну, узнали, в каком состоянии футболисты на данный момент. И как? Вот по этим тестам. Ну, я вам скажу, неплохо, учитывая подготовительный период, так и анализировали наши работники, получается, там, Павел Петрович и ребята, которые отвечают за аналитику, да, за анализ. Вот они до этого говорили, что, возможно, будут такие результаты примерно. Так и вышло. В предыдущем созыве молодежной сборной у нас были такие футболисты, ну, в общем, почти звезды по нашим казахстанским меркам. Там Сидахмед, Амиртаев, Устеменко, Бахтияров. Расскажи, пожалуйста, кто из них по возрастным ограничениям теперь не может вызываться в молодежку? И на кого рассчитываешь, что станут новые лидеры? Так, ну, со старого состава можно только... Будет в этом году Устеменко, будет Сагнаев, будет Скворцов, будет Батчик, будет Кашкен. Все остальные ребята, это уже 2000-2001, 2002-2003 годы. Но те, кого ты назвал, они могут играть, если пробьемся на евро и финальной стадии. Какая потеря тебя больше всего огорчает по этому поводу, по возрастному? Ну, честно говоря, Алип, Алипа не будет хватать, да, там. И, допустим, в ту молодежку еще и Зайнудинов подходил, в принципе. Ну, я вообще не припомню, чтобы Зайнудинов отпускали в молодежку. Не, ну, я вообще так говорю. Ну, ребята, тот же Наджарян, да, был лидером команды, да, выделялся. Амиртаева впереди, возможно, не будет хватать, с той сборной. Вот, Каримова тоже. Ребят-то много, тот же Рамазан, который в Чайке сейчас. А вот они повзрослели, они готовы сейчас быть уже таким активным резервом для национальной команды? Я думаю, да. Потому что сейчас время показало, что эти ребята могут играть. Их можно уже потихоньку подтягивать в национальную сборную. Того же Рамазана Уразова, который в Чайке, да, он показал. Мы там видели две игры его, и он и Кайрату забил, там, такой красивый гол. До этого игра была у него со станоем, мы смотрели. Можно. Тебя, кстати, Толгар Памаранович не звал сейчас в штаб взрослой сборной? Нет, такого не было. Просто мне как бы сказали, что будешь в молодежной сборной. Я сперва не понял, в каком качестве, потому что, видимо, привык быть всегда ассистентом. Я просто просился год назад, когда Саша уходил. Руководство посчитало, что мне надо еще побыть в ассистентах, видимо. А в этот раз уже позвали, сказали, будешь главным. А уже про Марвановича я узнал позже. Сейчас быть главным, ну, номинально старшим, а по сути главным тренером молодежки. Вот у меня вопрос. Насколько заставляет тебя внутренне волноваться, или ты уверенно идешь, зная, что будешь делать? Волнение, конечно, есть. Не скрою. Быть ассистентом, быть главным тренером, ну, со старшим тренером, это две разные вещи. Груз ответственности разный, да. Надо понимать это. Ну, такого страха нету, ничего такого. Я этого хотел, я к этому шел. Кое-какой опыт, не скажу, что я стал там суперопытным тренером, там, кое-какой опыт есть именно работа в сборной, да. Ребят всех прекрасно знаю, со всеми в хороших отношениях и в контакте. Вот. Прекрасно знаю, в какой футбол я хочу играть. Вот, это я, я надеюсь, это я объясню ребятам, и они меня тоже поймут, и у нас, надеюсь, все получится. Мне можно объяснить их? И зрителям спорта. Знаете, я бы не хотел это раскрывать. Будет интересно. Ну, два центральных, три центральных. Ну, вообще, я люблю в четыре защитника играть, два центральных. Будет ли молодежка играть, наигрывать те же самые модели, что и взрослая команда? Ну, то есть, будете ли вы параллельно двигаться, чтобы друг друга, если что, как-то, чтобы молодежка могла вливаться спокойно во взрослую команду? Ну, мы еще, наверное, будем обсуждать с Толготом Марвановичем эту тему, потому что, я считаю, в принципе, это так и должно быть. Должна быть линейка, в которой переход, если человек переходит в другую сборную по старшему, он не должен именно в тактическом плане как-то страдать, да. Возможно, у него какие-то моменты психологического, там, вливания в коллектив, возможно, должна быть проблема. Но с тактической точки зрения проблем не должно быть. Посмотрим, как он отреагирует, если мы поговорим, возможно, он скажет, что... Я просто эту тактику тоже знаю, да, но мне привычнее играть в четыре защитника, вот, и объяснить ребятам мне тоже, как бы, легче. Мне лучше сделать больше акцент на полузащитников, да, там иметь численные преимущества. На уровне 20-летних футболистов разница в классе уже заметно чувствуется, если речь идет, там, о бельгийцах, из которых вырастают потом полуфиналисты и финалисты всяких крупных международных турниров, и наши ребята, у которых свои проблемы в стране с инфраструктурой, с тренерскими кадрами и так далее. Ну, то есть, вот это все, что мы знаем про нас. В прошлом году, позапрошлом году мы, когда с Сашей начинали молодежную сборную... И когда ты говоришь, Сашей, кого ты видишь из-за? Москаленко. С Сашей Москаленко мы начинали, мы тоже увидели, что единственная проблема наша, ребят, не в техническом плане, не там, не в психологическом плане, да, ребята уже все спокойно выходят, играют, всякого волнения там, вот, и с мячом мы не хуже никакой сборной. В той группе, в которой мы были, в физическом плане мы чуть-чуть уступаем, вот, именно где-то в росте, где-то вот нас не хватает на всю игру, да. Ну, это и беда нашей старшей сборной, вот. Ну, и игровой... А эта беда вся складывается из-за того, что у нас не хватает игрового времени. Ребятам играть надо, они играют очень мало. Ну, при всем, при всем моем уважении к ним, при всем их старании, ну, вот этот фактор потом влияет где-то на концовку, 25-30 минут нас уже не хватает в концовку. И все голы, которые, ну, наверное, даже статистически, наверное, тоже все это будут после 65 или 70 минут уже все голы. Ну, а теперь, теперь попрошу, давай соединим. Вот тесты, которые сейчас увидели в Турции, и вот эти 25 минут, которых не хватает нам. Можно будет в этом отборе нивелировать эту нехватку 25 минут и так подтянуть молодых наших футболистов, чтобы их хватало до 98-й? Жень, ну, влиять на клуб мы не можем, тем более я, да. Просите клуб. Клуб, да. Ну, в первую очередь, они же в клубе получают все эти нагрузки, все это, ну, все силы, да, свои получают в клубе. И тактически, и физически, и психологически. Они приезжают в сборную подготовленную там, а мы со своей стороны за 3-4 дня, ну, возможно, что-то подтянешь там чисто в тактическом плане. Объяснить, как играть, какую схему, да, в индивидуальном порядке пообщаться с ними, где-то настроить их, вот. А именно физически это будет тяжело в сборной сделать. Самое главное, если... Это игровая практика. Я понял. В прошлом году как раз была такая игровая практика. Через 3 дня на 4-й играли на протяжении 4-х месяцев. Это благоприятно сказывается на подготовке, на способностях игроков? Вы имеете в виду в Алмате, когда играли, да? Да. Ну, это тяжело. Я понимаю, какой-то цикл сыграли там, да, через 2 на 3-й там, я не знаю. Но не постоянно. В то время через 3 на 4-й играли, по-моему. Через 3 на 4-й еще более-менее. Но были и моменты, когда команды играли через 2 на 3-й. Там то ли 3, или 4 тура так было. И они после этого приехали в сборную, я помню. И они реально были и психологически, и физически уже, ну, как бы, пустые. Выхолощенные, да? Да. Это отсутствие такого именно навыка, или мы просто не умеем? Да, да. Женя, ты правильно говоришь, навыка нет. У нас формат чемпионата же не такой, правильно? У нас нет там 25 команд или 20. У нас все в недельном цикле работает. С любым количеством команд. Ну, это надо делать тогда заранее, да, это все оговаривать. Все под сборную строить. Готовы через год, через два. Скажи только, это надо делать? Ну, не знаю, надо разговаривать, Женя. Это надо садиться со всеми. Устраивает. Отбор на евро молодежные 23-го года начинается уже в марте, но у нас первые игры в июне, да, по-моему, если я не ошибаюсь? Да, да, в июне. Для тебя важно, где эти игры пройдут, на каких стадионах? Две домашние игры? Ну, мне бы хотелось в Астане. Почему? Ну, в смысле, в Норсултане. Во-первых, Астана-арена более привычный. Преимущество, да, короче говоря, перед темой? Да, преимущество искусственного поля, что греха-то эти, что тут скрывать? Так. А большая аудитория в Алматы и погода лучше? И газон европейского уровня? Ну, не знаю, мне больше, Норсултан. Ну, то есть здесь просто... Давайте на этом остановимся. Я думаю, это столица, и игры сборные, молодежные, должны быть столицы. Но я от имени... Мне бы хотелось было в Норсултане, чтобы... Болельщиков, хочу сказать, что Алматы, во-первых, это бывшая столица, во-вторых, здесь инфраструктура, погода, и вообще мы тоже хотим смотреть футбол. Не, ну, если будет в Алмате, я как бы ничего против не имею. Ну, мне бы самому хотелось играть, потому что я еще раз подчеркну, преимущество поля искусственного для нас играет роль. Да, ну, это, конечно, немаловажный момент, с ним нужно считаться. Какую работу до июня планируешь провести, для того, чтобы команда наша была в оптимальном состоянии в первой игре? Ну, спасибо Федерации футбола, еще раз хочу сказать, потому что нам с 22-го числа по 30-е будет турнир в Турции. Ю-21, так я сейчас скажу, какие сборные. Украина, Македония, Польша, Болгария и Словения, и мы шестые. У некоторых ребят даже, ну, можно сказать, у некоторых не было такой игровой практики именно зарубежной. Вот они ее получат, мы заодно с тренерским штабом посмотрим, кто есть кто, на кого рассчитывать, на кого нет в дальнейшем. Я, конечно, желаю удачи, но у меня последний вопрос. Я попрошу все-таки, вот, тебе надоели, конечно, вопросы о том, сколько очков нам надо набрать и кого можно обыграть. Но, смотри, у нас первый соперник, будь здоров, крепчайший, в июне. Да, Бельгия. В процентном соотношении, сколько у нас шансов взять три очка в этой игре, на твой взгляд? Жень, ну, я всегда так считаю, до игры 50 на 50. А уже после игры можно было, можно будет рассказывать, у кого какие были. Не, ну, понятно, Жень, что мы, я уже и просмотрел Бельгию и Данию, там у нас датчане самые сильные в группе. По игре и по рейтингу. Бельгийцы на втором месте, можно так сказать, да. Будем готовиться, Жень. Футбол, мяч круглый, поле ровное. Если все получится, дай бог, все будет хорошо. Ну, настраивать сейчас кого-то на то, что мы там кого-то порвем, там, или еще что-то, я не буду. Ну, и не буду говорить о том, что мы там кого-то боимся и будем там сидеть, поставим два автобуса там и будем сзади, тоже не хочу так говорить. Ну, все, в конце, Караджо Мабикыч, пообещай просто, что если выйдем из группы в финальную часть, с налысо побреешься и закончим. Нет, такого не буду обещать. Ну, ладно, мне кажется, можно брови сбрить, если такое случится. Ну, давайте что-нибудь другое мы, Жень, потом с тобой придумаем. Давай сейчас для зрителей придумаем прямо сейчас что-нибудь. Будут ждать же все. Если мы выйдем из группы, ну, не знаю, давайте покрасимся тогда, наверное, в свет флага. Отлично. Это какой? У нас их два. Ну, я даже не знаю, что еще придумать. Давай у тебя будет левая сторона в одном цвете флага, а правая во втором цвете флага. А можно без этого? Ну, ладно, один день, один день так похож, потом перекрасишься. Фотку выложишь в Инстаграм, скинешь мне, я покажу своим зрителям и все, ништяк. Договорились? Ну, дай бог, дай бог, чтобы мы вышли и все будет. Все, отлично. Спасибо еще раз. Желаю, на самом деле, удачи. Я думаю, что именно на юношеском и молодежном уровне сначала должны прийти успехи нашему футболу. Поэтому пристально буду следить, особенно в этом отборочном цикле. Ну, и в июне первые игры расписание сейчас еще раз показываю нашим зрителям. Удачи, спасибо большое. Спасибо большое, спасибо. До свидания. Хорошего дня. Вот так, друзья. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Очень приятно видеть преданную аудиторию. Ждем июньских матчей нашей молодежной сборной. Желаем ей удачи. Ну, а на следующей неделе стартует футбольный сезон в нашей стране. Суперкубком Казахстана, который пройдет по новой схеме. Я думаю, вы знаете. Четыре команды. Это финал четырех, два полуфинала. Матч за третье место и финал. Все матчи пройдут на стадионе Туркестана. Я постараюсь там побывать, хотя не уверен, что получится. От многих факторов это зависит. Но в любом случае подпишитесь на канал Спортс Тру, поставьте лайк. И не забудьте оставить небольшой комментарий. Все это помогает в продвижении моих видео. Скоро увидимся. Пока.